Депутаты от Блока коммунистов и социалистов пришли на заседание парламента с Георгиевской лентой на груди. Таким образом, законодатели отпраздновали свою победу в Конституционном суде. Они заявили, что намерены разработать модель иска, который обжалует выписанные ранее штрафы. В то же время, парламентское большинство с решением КС не согласно и намерено найти пути, которые позволят снова установить строгий запрет на использование символов, которые ассоциируются с войной и военными действиями. Нравится нам это или нет, но некоторые символы – часть истории. Правительство должно бороться с бедностью, инфляцией, бороться с фактором массового отъезда граждан из Республики Молдова, а историю оставить в покое. Георгиевская лента была, есть и будет символом победы в Великой Отечественной войне. Сегодня депутаты от БКС вышли к прессе, чтобы еще раз заявить всем о своей победе в Конституционном суде. Адриан Лебединский даже прикрепил к пиджаку двухцветную ленту. Законодатели выдвинули несколько обвинений в адрес правительства и заявили, что занимаются составлением специального иска, призванного помочь возместить ущерб людям, которых раньше оштрафовали за ношение Георгиевской ленты. Это делается для того, чтобы граждане, которые были незаконно оштрафованы, могли использовать эту форму заявления. Такой же позиции придерживается и лидер коммунистов. Это память о 27 миллионах граждан Советского Союза, которые отдали свои жизни во Второй мировой войне, и о тех 60 тысячах людей на земле, которым еще предстояло пострадать. При этом парламентское большинство заявляет, что не намерено отступать и снова будет добиваться полного запрета на ношение Георгиевской ленты. Суд, к сожалению, сделало нам этот «сюрприз» в кавычках. Это разочаровывает. Мы проанализируем и решим, что можно сделать, чтобы внести изменения в закон. Я не знаю, как поступит суд на этот раз, но мы просим представителей Министерства внутренних дел очень внимательно за этим следить. Два дня назад Конституционный суд постановил, что Георгиевскую ленту и символы Z и V можно носить открыто, если они не пропагандируют и не прославляют военную агрессию и преступления против человечества. Теперь полицейским придется тщательно проверять каждый из случаев использования символов, ассоциирующихся с войной и пропагандой. Запрещены георгиевские ленты и символы V и Z были в прошлом году. Парламент признал их пропагандирующими войну и военные действия. За это время были оштрафованы 174 человека. 70 из этих случаев уже обжалованы в суде. Среди санкционированных и 17 депутатов, которые проигнорировали закон и носили георгиевскую ленту на митингах, организованных 9 мая. Всех нарушителей оштрафовали на 9 тысяч. Леев на большинство из законодателей обратились в суд с просьбой обжаловать решение. Сейчас эти случаи рассматриваются в инстанции.